Ставрополь К сожалению, не все сотрудники госинспекции Сафонова обвиняют еще и в организации преступного сообщества Кстати, среди его подельников трое также являются сотрудниками органов внутренних дел Последним на данный момент был задержан в Москве замначальника регионального управления ГИБДД Александр Ткаченко В рамках уголовного дела проведено уже более 80 обысков У подозреваемых изъяли крупные суммы денег и дорогие автомобили Хитрым, но незаконным способом участникам преступления удалось заработать более 19 миллионов рублей О схеме, по которой они действовали, рассказали в Следственном комитете Российской Федерации На протяжении нескольких лет они за денежное вознаграждение Изготавливали непредусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска Которые позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки С нарушением административного законодательства на территории Ставропольского края Сумма незаконного вознаграждения составила более 19 миллионов рублей Следователи совместно с оперативными службами продолжают устанавливать всех соучастников преступления Однако есть информация, что пропуски для большегрузов Это не единственный незаконный способ заработка главного инспектора ГИБДД Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который первым сообщил о громком задержании В своем телеграм-канале назвал руководство Ставропольского управления ГИБДД настоящей мафией По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем От блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком На фоне громкого дела от должности освободили также и начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина Этот пост он занимал всего несколько месяцев Согласно Уголовному кодексу, начальнику краевой госавтоинспекции может грозить до 20 лет лишения свободы А также штраф в 70-кратном размере от суммы взятки Дарья Семиренко, Вячеслав Юшкевич, Родион Бунятов, АТВ Ставрополь